В эфире итоговый выпуск информационной программы «Неделя города» в студии Оксаны Тевенихина. Рабочие дни остались позади, и мои коллеги готовы рассказать зрителям о том, какие события произошли в Рязани за прошедшие дни. Смотрите в этом выпуске. Областной бюджет на 2016 год принят депутатами облдумы на очередном заседании. Сделки с недвижимостью, как не стать жертвой мошенников, брифинг на эту тему прошел в нашем городе. Финишная прямая парад Дедов Морозов, прошедший в Рязани, дал старт праздничным новогодним мероприятиям. Правительство Рязанской области на своем сайте официально сообщило об уходе Андрея Кашаева с должности главы муниципального образования и председателя Рязанской гордумы. На встрече, где Андрей Кашаев проинформировал губернатора о том, что ему предложено возглавить Рязанский институт развития и образования, он попросил у главы региона одобрение на то, чтобы заниматься своей научной работой и педагогикой, оставаясь при этом в составе депутатского корпуса и занимая активную позицию во фракции «Единая Россия». В пресс-релизе говорится также, что Олег Ковалев отметил, что давал поручение укрепить РИРО, так как в настоящее время значительно усилились требования к образовательному процессу, профессионализму учителей. Это очень серьезная работа у института развития образования, большие перспективы и губернатор одобрил просьбу Кашаева. Сообщается также, что глава региона высоко оценил его деятельность на посту председателя Рязанской городской думы, которую он возглавлял на протяжении двух лет. Все это время дума работала очень активно и, по словам главы региона, под руководством Андрея Кашаева также успешно будет развиваться и РИРО. В свою очередь Олег Ковалев обещал оказывать всю необходимую поддержку. На очередном заседании областной думы депутаты приняли закон об областном бюджете на 2016 год. Напомним, бюджет впервые за долгое время принят лишь на один год. Известно также, что он будет бездефицитным. Иван Крестьянинов расскажет о работе регионального парламента более подробно. 17 декабря Рязанская областная дума приняла закон об областном бюджете на 2016 год. По сравнению с первым чтением в документ внесли одну существенную поправку. Предусмотрели 2,5 миллиона рублей на индексацию регионального материнского капитала. Средства изыскали за счет сокращения расходов на обслуживание госдолга. Это программа на третьего и последующих детей. И надо отметить, что ежегодно у нас увеличивается количество рожденных детей. И это очень радует. То есть такая положительная тенденция у нас в области отмечается. Отметим, что бюджет впервые в истории региона будет бездефицитным. Доходы и расходы составят около 40,5 миллиардов рублей. В главном финансовом документе региона на 2016 год также предусмотрены более 7 миллиардов рублей дотаций федерального уровня. В течение года эта сумма должна увеличиться. Предел госдолга на конец следующего года установили на отметке 27 миллиардов рублей. В этом году область впервые за 5 лет приняла однолетний бюджет вместо трехлетнего. Вы совершенно правильно заметили, голосование было единогласным. Потому что заседание фракции, предварительная работа, взаимодействие с правительством, публичное слушание, все это привело к нашему сегодняшнему итогу. К положительному. В ходе заседания было отмечено, что бюджет на 2016 год сохраняет свою социальную направленность. Доля социальных расходов составит 74%. Наиболее важные из которых определены указами президента Российской Федерации. Подготовка главного документа региона велась в условиях новых экономических реалий, для которых характерны замедление темпов роста собственных доходов бюджетов всех уровней. Ну а в Рязанской городской думе на этой неделе прошло заседание, на котором депутаты приняли ряд важных для города проектов. В том числе участники заседания обсудили вопрос о концессионном соглашении в отношении городских систем водоснабжения и водоотведения. Этот вопрос был также рассмотрен ранее на заседании комитета по градостроительной деятельности и городскому хозяйству Рязанской городской думы. Иван Крестьянинов расскажет обо всем подробнее. 15 декабря прошло заседание Рязанской городской думы. Всего было рассмотрено 13 вопросов в основной повестке и два дополнительных. Впрочем, основными уже до заседания назвали вопрос об утверждении городского бюджета на 2016 год и вопрос о передаче Рязанского водоканала в концессию. Прогнозируемый объем доходов в городскую казну составит 7 миллиардов 800 миллионов рублей, расходов 7 миллиардов 865 миллионов рублей. Бюджет, принятый в непростых экономических условиях, тем не менее, остается социально ориентированным. Более 70% средств будут выделены на образование, культуру и спорт. Сегодня правильно было сказано, что у нас, по сути дела, мы должны быть реалистами и мы должны понимать весь расклад своих возможностей. Ведь можно мечтать, Бог знает о чем, и о возможностях никаких нет. Поэтому нужно, естественно, свести воедино одно и другое. И, во-вторых, мы говорим о минимализации той разницы, которая складывается между расходами и доходами. На самом деле, в этом году, как никогда, она минимальна. И в этом плане документ, я считаю, был подготовлен качественным. Он был действительно тем, за который не стыдно. На заседание было принято решение о согласовании заключения консессионного соглашения в отношении системы централизованного водоснабжения города. Главным аргументом в пользу такого решения стала необходимость привлечения крупных инвестиций для масштабной модернизации сетей. Депутаты решили, что будут участвовать во всех этапах подготовки конкурсной документации, а также жестко контролировать условия выполнения соглашения. Было принято решение о том, чтобы в состав уполномоченного органа, который будет принимать решение уже непосредственно о тексте самого соглашения, его окончательного варианта, включить в состав этой комиссии, и этого полномочного органа, и депутатов Рязанской областной думы, и депутатов Рязанской городской думы. А также все те изменения, дополнения, которые претерпят документация в период конкурса, вернее, в период предконкурсной подготовки, она вся также будет с ней ознакомливаться депутатский корпус и, соответственно, будут вносить совместно с администрацией города определенные коррективы. И, значит, здесь, соответственно, работа предполагается такая тесная, совместная. Сейчас мы приступаем к самой активной фазе. Это подготовка конкурсной документации, которая также будет проходить при активном участии депутатов Рязанской городской думы. И дальше объявление открытого прозрачного конкурса по поиску консессионера, который придет на модернизацию наших систем водоснабжения и водоотведения. Эта процедура прописана все в федеральном законодательстве. Процедура эта займет от момента разработки до объявления конкурсных процедур и, безусловно, объявления победителя где-то 5-6 месяцев. Результатом этой работы должно стать улучшение качества воды, снижение количества аварий и потерь в сетях. Четверть века отмечает один из важнейших социальных институтов страны – современная пенсионная система России. На протяжении этого времени она постоянно менялась, приводилась в соответствие с экономическими реалиями. Сегодня Пенсионный фонд России отвечает не только за выплату пенсий действующим пенсионерам, но и обеспечивает права пенсионеров будущих. Юбилей Пенсионного фонда прошел в музыкальном театре. В начале торжественной церемонии гостям праздника рассказали, как и когда появился Пенсионный фонд и как развивалась его работа. Был образован он 22 декабря в 1990 году. Сейчас в Рязанской области уже 386 тысяч граждан получают пенсию, что составляет 34% от общего населения региона. 265 тысяч федеральных льготников получают социальные выплаты. Свои юбилейки встречаем как одна из крупнейших социальных структур в стране показаний государственных услуг в области социального обеспечения, сотрудники которой ежедневно работают над тем, чтобы пенсионная система функционировала стабильно и надежно. Сегодня Пенсионный фонд работает как единый отлаженный механизм. Попасть на прием можно и по предварительной записи по интернету. Также можно заказать документы на определенную дату. Этот сервис достаточно востребован, а за этот год им воспользовались более 4500 рязанцев. Так что работа с населением идет полным ходом, а обслуживание граждан становится лучше с каждым годом. 25 лет – это не много и не мало для того, чтобы добиться таких успехов. Поздравил Пенсионный фонд с юбилеем и глава муниципального образования, председатель Рязанской городской думы Андрей Кашаев. Действительно, Пенсионный фонд – это наше все, потому что каждый из нас с ним связан, все мы одна большая семья и не отрывны друг от друга. Так устроила федерация, так устроил закон, поэтому сегодня это наш большой семейный праздник. Поэтому всех с днем рождения, с 25-ти лет. Известный герой мультфильма Почтальон Печкин говорил, что на пенсии жизнь только начинается. «Я желаю, чтобы у всех рязанцев, уходящих на заслуженный отдых, это было именно так», – сказал Андрей Кашаев. По традиции на празднике поздравили специалистов, сотрудников, которые трудятся в пенсионном фонде. Отметили передовиков этой профессии. Их наградили почетными нагрудными знаками. Ведь от этих людей во многом зависит благополучие рязанцев. Ольга Харламова, Денис Беляев, телекомпания «Город». 16 декабря на базе РЕРО открылся двухдневный обучающий семинар для представителей СМИ региона. Рязанские журналисты посетили своего рода курсы повышения квалификации. В двух залах Института развития образования ведущие преподаватели вузов и академии читали лекции. Рассказывали о том, как в современных информационных реалиях правильно преподносить новости. О таком явлении, как экстремизм, а также пояснили, как грамотно преподносить социально значимую информацию. В семинаре приняли участие ведущие преподаватели рязанских университетов и академий, руководители департамента массовых коммуникаций, Министерства по информатизации, представители Тульской и Калужской областей, духовенства и журналисты. В рамках семинара начнет сегодня свою работу «Круглый стол» по обмену опытом между Рязанской областью, Калужской и Тульской. Вы, наверное, многие знаете, что у нас заключено соглашение между правительствами наших регионов о взаимодействии, в том числе в сфере информационной. Так что мы с коллегами встретимся, посмотрим, что лучше делают они, как они организовывают работу с государственными СМИ, с негосударственными СМИ, какие проблемы общие, какие проблемы частные, посмотрим, может быть, какие-то новинки они сделали интересные, потом вам с удовольствием тоже всем расскажем об этом. Обучающие семинары для представителей СМИ проводятся ежегодно. Вопросы для обсуждения подбираются с учетом предложений редакторов и журналистов. Одна из секций семинаров, в которой принимали участие более 70 человек, была посвящена профилактике и противодействию проявлениям экстремизма, межэтнической, расовой и религиозной розни в СМИ. Эта актуальная тема рассматривалась недавно, на заседании Общественного совета при Минпечати области, где было принято решение обсудить ее более широким составом. Ведь именно СМИ оказывает влияние на формирование общественного мнения, на мировоззрение читателей и зрителей. Поэтому так велика ответственность журналиста за каждый вышедший в свет материал. Все то, что сегодня происходит, все то, о чем вы пишете, все то, что ждут ваши читатели, оно не появилось как в чертой собакерке где-то вчера или позавчера. Все конфликты и проблемы, происходящие сейчас на Ближнем Востоке, имеют достаточно глубокие корни в долгую историю. И для того, чтобы попытаться разбираться и как-то донести до других, чтобы это было понятно, необходимо, ну скажем так, учитывать и эти исторические реалии, и пытаться всегда проводить какой-то более глубокий анализ того, что происходит. Еще одно направление, которое рассматривалось на семинаре – социальные проекты. По словам главы Минпечати региона Ольги Чуляевой, по официально установленным критериям, главным условием получения СМИ господдержки является выпуск, распространение и тиражирование социально значимых проектов. Тренинг на тему социальных проектов современных СМИ провела доцент Национального исследовательского университета Высшая школа экономики, кандидат наук Гюзелла Николаишвили. В рамках семинара состоялось заседание круглого стола, где опытом работы региональных СМИ обменивались представители Рязанской, Калужской и Тульской областей. Гости высоко оценили практику Рязанского региона по проведению обучающих семинаров, творческих конкурсов и мастер-классов, направленных на повышение профессионального мастерства журналистов. В Рязанской области можно отметить достаточно стабильную ситуацию по мошенничеству в сфере недвижимости. Все находится под контролем. Об этом журналистам рассказали на брифинге, который прошел на этой неделе. Название темы – сделки с недвижимостью, как не стать жертвой мошенников. С журналистами встретились руководитель пресс-службы регионального ОМВД Лидия Родина, главный редактор еженедельника «Домстрой» Денис Абраков и гендиректор Центрального агентства недвижимости Андрей Некрасов. Подробности в сюжете. 17 декабря в бизнес-центре «Атлас» по инициативе еженедельника «Домстрой» состоялся брифинг на тему сделки с недвижимостью, как не стать жертвой мошенников. На вопросы журналистов ответили начальник пресс-службы МВД России Паризанской области Лидия Родина и гендиректор Центрального агентства недвижимости Андрей Некрасов. Модератором встречи выступил главный редактор журнала «Домстрой» Денис Абраков. Наш еженедельник уже работает на рынке СМИ 15 лет и все эти годы мы оперативно, компетентно, объективно освещаем различные процессы, которые происходят на рынке недвижимости. Уже 10 лет проводим круглые столы, конференции, брифинги, посвященные различным аспектам функционирования рынка. Один из первых круглых столов, в частности, касался безопасных финансовых расчетов между продавцами и покупателями жилья. Безусловно, тема криминала всегда актуальна, интересна читателям и телезрителям. Острой проблемой криминального характера в Рязанской области не стоит, объявила Лизия Родина, говоря о сделках с недвижимостью в нашем регионе. Тем не менее, она дала рекомендации от лица полиции Рязанской области, как уберечь себя и свое имущество при сделках с недвижимостью. Прежде всего, необходимо следить за документами на недвижимость, хранить их в безопасном месте и не особо афишировать тем, что вы собираетесь продавать квартиру, либо какую-то другую недвижимость. Не подписывать никаких бумаг, внимательно их не прочитав, и проводить сделку только с участием профессионала. Конечно, не нужно опасаться заранее всех риэлторов, но в то же время следует понимать, что крупные сделки с большой суммой денег притягивают преступников. Поэтому необходимо обращать внимание на неправдоподобные скидки, спешку при подготовке сделки и беглый сбор необходимой документации. Также Лидия Родина отметила, что преступники ведут охоту за пожилыми, одинокими людьми, за теми, кто страдает алкогольной зависимостью. Поэтому был дан совет чаще навещать своих пожилых родственников и объяснять им правила безопасности. А во всех подозрительных ситуациях звонить по телефону 02 или 112. Также в управлении МВД России Призанской области действует круглосуточный телефон доверия 21-63-07. Слагаемые безопасные сделки озвучил и Андрей Некрасов. Что еще здесь важно, на мой взгляд, чтобы пакет документов к сделке был максимально дополнен, исходя из какой-то конкретной ситуации. А это обязательно и согласие супруги или супруга на сделку, это справки с ЖЭО, это справки по задолженностям. И как то, что сейчас новое, это справка, подтверждающая выплаты на капитальный ремонт здания, справки об отсутствии арестов. И перечень можно расширять. Все это в дальнейшем страхует покупателя. Также Андрей Некрасов обратил внимание на обеспечение информационной безопасности при продвижении продаваемых объектов, выбор оптимальной схемы расчетов между продавцом и покупателем, которая исключает возможность передачи денежных средств без перехода права собственности на объект и участия Агентства недвижимости в системе добровольной сертификации, созданной в Российской гильдии риэлторов и зарегистрированной Росстандартом. Генеральный директор Центрального агентства недвижимости напомнил, что с 1 октября 2015 года введен закон о банкротстве физических лиц. Сделка, совершенная должником в течение одного года до принятия заявления о признании банкротства или после принятия указанного заявления, может быть признана арбитражным судом недействительной, если ее цена отличается от среднерыночной. Также он порекомендовал обращаться в сертифицированные компании, большая часть которых является членами Рязанской палаты недвижимости. Специалисты этих компаний, аттестованные компании, работают по определенным стандартам и соблюдают кодекс этики в отношении с клиентами. Денис Абраков подытожил, что рынок недвижимости становится все более цивилизованным. На нем в большинстве своем работают профессиональные компании. С каждым годом увеличивается число сертифицированных компаний. Есть региональная риэлторская организация от Рязанской палаты недвижимости, которая достойно несет флаг сертификации. С 19 по 28 декабря в Рязани вот уже в 13 раз проходит кинофестиваль «Окраина». Традиционно все фильмы программы фестиваля имеют какое-либо отношение к рязанской земле, тематикой, местом съемок, происхождением создателей этих фильмов. В нашем городе состоялась пресс-конференция, посвященная проведению в Рязани кинофестиваля «Окраина». О том, как пройдет фестиваль в этом году, журналистам рассказал его президент Александр Никитин. Вот уже более 10 лет «Окраина» дарит рязанцам возможность ощутить на себе магию, посмотрев кино на большом экране с неизменным шуршанием кинопленки и живой музыкой к немым фильмам. В этом году фестиваль пройдет в 13-й раз, как и всегда, предложив зрителю обширную программу с рязанским акцентом. Обязательные условия каждого фильма, чтобы попасть в программу, он должен быть так или иначе связан с рязанским краем через своих создателей, через тему съемок или через съемочные площадки, которые вот здесь были выбраны именно на нашей земле. Так вот, можно себе представить, что практически уже с рождения отечественного кинематографа рязанская тема в нем присутствовала. Традиционно организаторы постарались отдать дань памяти юбилярам 2015 года. К вековому юбилею Константина Симонова будет приурочен показ экранизации его работы «Во имя Родины». 145-летие Куприна отметят показом картины «Колдунья». Не обошли вниманием организаторы 120-летия Сергея Есенина. Его юбилей стал поводом к показу фильма «Пой песню поэт». Также будет показана хроника и немое кино. Вход на все фильмы бесплатный. Каждый, кто приедет хотя бы на один сеанс, он не пожалеет. Не говоря же о том, что вход, естественно, свободный. Все эти пять лет мы не стараемся зарабатывать на зрителя. Да, собственно говоря, это и условия предоставления картин госфильмофондам. Это же все не с интернета скачено. Для того, чтобы каждый фильм был показан, нужно обзавестись разрешением от права обладателей. Значит, госфильмофонду платятся деньги. Все это приводится сюда, только вот на эти дни показа. То есть, возможность в любом случае экзотическая. Откроется фестиваль «Окраина» в кинотеатре октябрь 19 декабря. Одним из первых фильмов, показанных в ходе форума, станут знаменитые киевские фрески Сергея Параджанова. Закроет кинофестиваль 28 декабря легендарный гражданин Кейн. Показом этой картины организаторы отдадут дань уважения хранителю Госфильмфонда Владимиру Дмитриеву, ушедшему из жизни в 2013 году. Подробная программа фестиваля размещена на всех рязанских интернет-ресурсах. Открытие новогодних праздников началось с программы «В ожидании чуда», организованной около главной елки на площади Победы в четверг 17 декабря. Действие праздника разворачивалось одновременно на двух площадках. На площади перед муниципальным культурным центром гостей праздника развлекали ростовые куклы и творческие коллективы города. На второй площадке возле школы номер 39 в это время формировалась колонна Дедов Морозов и Снегурочек, которые в дальнейшем двинулись к площади Победы по Первомайскому проспекту под выстрел хлопушек. Возглавляли парад главный Дед Мороз города и Снегурочка, передвигавшиеся на кабриолете. Жителям города, гуляющим по Первомайскому проспекту, пришлось невольно поверить в сказку. Около сотни Дедов Морозов и Снегурочек собрались вместе, чтобы открыть череду праздничных мероприятий в городе. В этом году повезло с погодой. В прошлом году Деды Морозы шли по голому асфальту. Новый год в этот раз должен пройти на ура, поскольку главный рязанский Дед Мороз дал особый наказ своим помощникам. Всем моим братьям Дедам Морозам я дал очень строгий наказ встретить Новый год достойно, весело и празднично, с хорошим настроением и чтобы у каждого был огромный мешок подарков для всех рязанцев. Шествие началось от перекрестка Первомайского проспекта с улицы Держинского, а закончилось на площади Победы, где по традиции стоит главная елка города. Также с наступающими праздниками рязанцев поздравил мэр города Олег Булеков и вместе с Дедом Морозом зажег самую сказочную елку. Дорогие рязанцы, с наступающим вас праздником, Нового года и Рождества. Ну какой же Новый год без нашей красивой елки. И сегодня мы вместе с вами здесь, на главной площади города Рязани, для того, чтобы вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой, зажечь нашу замечательную елку. Ну что, Дед Мороз, все готовы? Да. А волшебные слова знаете? Рука, елочка! Борис! Далее состоялся праздничный концерт с участием рязанских коллективов. Детей и взрослых развлекали сказочные персонажи. С этого дня Рязань превратится в настоящую сказочную постановку. Обо всех мероприятиях, которые пройдут в предновогодние и новогодние дни, горожане смогут узнать на сайте городадминистрации. Такой была эта неделя для наших журналистов. Программа «Неделя города» прощается со зрителями до следующей пятницы. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин